Попытка предпринимателя из села Шаян Байдибекского района начать собственный бизнес и обеспечить односельчан рабочими местами принесла ему одни убытки. Худьяру Розалиев столкнулся с трудностями, когда пытался изменить целевое назначение своего земельного участка. Разрешение мужчина не может получить уже больше года. Долг в 5 миллионов тенге не знаю, как возвращать. У меня построен коммерческий объект. Я расширил его, чтобы открыть там фотосалон, парикмахерскую, ремонт обуви. Этот участок смежен с моим земельным участком. Мое обращение об изменении целевого назначения не рассматривалось долгое время. За помощью Худьяру Розалиев обратился в палату предпринимателей Южно-Казахстанской области. Эксперты вместе с прокурорами изучили вопрос и установили факт грубого нарушения закона. В результате дисциплинарной ответственности привлеклись земельного инспектора Акимата села Шаян. После чего заявление об изменении целевого назначения было направлено в земельную комиссию. Но там заявили, что объект находится на красной линии. В прошлом году по обращению по представлению прокуратуры материалы были направлены в агентство Департамента госслужбы противодействия коррупции. Там по результатам проверки было отказано возбуждение уголовного дела. По результатам сегодняшнего совета мы направили в прокуратуру, чтобы пересмотрели это постановление. Также на совете обсудили обращение предпринимателей. занимающиеся разработкой недра в оказании содействия в решении их проблем. Собравшиеся задались вопросом, на каких основаниях производится социальное отчисление на развитие региона. И если они обоснованы, то необходимо выразить их в тенге, а не в иностранной валюте. А второй вопрос, как раз мы будем говорить о ставках отчислений. То, что 10%, 5%, может быть 3%. Из чего это исходить? Надо обосновать законность самого отчисления. Надо выяснить этот вопрос. И как раз перед прокуратурой надо ставить этот вопрос. В первую очередь. Тогда все будет ясно. Все и предприниматели, и то, что государственные органы говорят, что мы не знали, были раньше, такая установка была. Но, как говорится, орган-то, госорган существует же. Кто приходит, тот уходит. Это, как говорится, не основание. Оба вопроса, по словам экспертов, имеют системный характер. Чтобы решить их, специалисты продолжат тесное сотрудничество с бизнес-сообществом и представителями государственных органов.